Самые простые из известных живых существ, по-настоящему живых существ, и заодно самые древние обитатели нашей планеты, это бактерии. Кто знает, как называются самые большие команды живых существ, на которые можно поделить все живые существа на сайте? Это животные? Нет, конечно, это не самые большие. Самые большие это прокариоты и элтарь. Так вот, называться эти команды будут надцарство. И есть еще один термин. У нас есть несколько разных царств. Один царь пошел в военный поход и объединил много царств от своей властью. Какого царя будут называть? Императ. То есть надцарство или империя. Всего две империи живых существ. Первая будет называться прокариоты. Вторая – элкариоты. Карион в переводе на русский язык означает ядро. Только, пожалуйста, не путайте ядро атома и ядро клеток. Прокариоты и элкариоты. Скажите, пожалуйста, что больше – ядро клетки или ядро атома? Ядро клетки. Но это две абсолютно разные вещи. Про – представь, что означает предшествующие. Пред-ядерный или до-ядерный организм. А вот этот корень очень хитрый. Дело в том, что верно-грейческий, а в русском языке просто нет таких звуков, как в греческом. Поэтому этот корень записывают несколькими разными способами. Может быть, он записан вот так. Может быть, он записан вот так. Но хорошо. Хотя бы два, если мы сейчас не возьмем. На самом деле это одно и то же слово. Означает это слово в греческом языке «хороший», «правильный», «правильный», «хороший». А, еще одно, возможно, «эс». Вот это одно и то же слово. Какой термин «эстаназия»? Слышали когда-нибудь? «Эстаназия» – добровольный уход из жизни. Новый бог в Греции назывался «танатус». «Танатус» – жестокорукий. И вот это слово. Бог смерти. Эстаназия – переведите. Хорошая смерть. Хорошая или правильная смерть. Эстаназия. Хорошо. Эукариот – переведите. Хорошая смерть. Имеющая правильное ядро. Хорошая ядро. Двуядерная и правильно ядерная. Отлично. Различие представительное этих двух империй не просто большое, а гигантское, огромное. И наш разговор с вами пойдет сейчас как раз про пропариот. Все пропариоты принято делить на три разные группы. Следующая ступенька. Берем, смотрим, из кого стоят империи. Самая высокая ступень в классификации – это империя. Как будут называться группы, из которых состоят империи? Царства. Царства. Империи состоят из царств. Прокариоты состоят из одного единственного царства – царства бактерий. А вот эукариоты включают несколько разных царств. Какие? Скоро-артисты, грибы, растения и животные. Ага. В школе у вас, скорее всего, будут учить, что есть три царства эукариотов. Животные, растения и грибы. На самом деле, уже полувека как в биологии понятно, что на самом деле царств не три, а четыре. И те существа, которые вы будете проходить в школе под названием «одноклеточные животные», «одноклеточные растения» и «одноклеточные грибы», на самом деле, эти существа не являются ни животными, ни растениями, ни грибами. Это отдельное царство – царство фракистов, или по-русски их можно назвать «царство простейших». Итак, эукариоты из четырех разных царств. Царство фракистов – «одноклеточные», царство растений, царство грибов, и царство – «животные». Царство из кого будет состоять? Как называется группа? Типы. Нет, классы существеннее, как еще более мелкое образование. Типы. И разные типы бактерий выделяют всего на всего три. Первый тип будет называться «элбактерий». «Элбактерий». Правильные бактерии. Правильные бактерии. Настоящие, правильные, хорошие. Ну, слово «хорошие» в данном случае такое, как бы сказать, скользкое. Ну, допустим, чумная паучка. Каким бактериям относится? «Элбактерий» – «хорошая бактерия». «Холерный бибрион» – «хорошая бактерия». «Хорошая, да?» Они, ну, самые распространенные, самые типы «элбактерий». Плюс к этому, есть целая команда суперэкстремальных. Это существа, которые обитают в таких местах, где, вообще-то, ну, кажется, что абсолютно непригодны для жизни. Допустим, есть бактерии, которые растут в серной кислоте. Он вокруг серной кислотой стоит в лаборатории. В некоторых условиях в ней начинают образовываться какие-то сгустки, пленки, там, сетки и так далее. Бактерии живут. Есть бактерии, которые растут нормально, просто на пластах выходов минеральной соли. Просто выход соли, допустим, в районе озера Пускунчак, на Нижней Волге. Местами на этом слепительно-белом пласте малинового цвета пятна. Что это такое? А там выросли бактериальные колонии. Причем, самое интересное, что эта соль в этом месте будет иметь еще и запах малины. Мало того, что она малинового цвета, она еще и пахнет малиной. Это знаменитая малиновая соль, которая доставлялась к столу императрицы Екатерины Великой. Откуда брался такой цвет, такой запах. Развивались экстремальные бактерии. Третий пример. Про черного курильщика. Слышали? Нет. Сверхтемпературные источники на дне океана. Суперкипяток с температурой 300-400 градусов, которые вырываются из земных метров. Жар от этого выхода живут бактерии. Но, правда, не при 300 градусах, для них нормальная температура где-то порядка 110. То есть по краям этого сверхкипящего, этой сверхкипящей струи. Хорошо. А при 102 они допнут. От чего? От переохлаждения. От переохлаждения. Они замерзли. 100-2 градуса, да и слишком холодно. Вот такие сверхэкстремальные бактерии объединяются в группу археи. Археобактерии. Древние бактерии. Да. В переводе на русский древние. Хотя сейчас похоже становится, что они какие-либо не древние. Скорее археи как раз это результат более поздней эволюции. Ну, с ними до сих пор не очень понятно. Давай честно. То, что все археи это экстремальная группа, это очевидно. И это запомнить. А вот по поводу того, кто из них древнее, здесь пока еще недостаточно исследованный процесс. А третья группа? А третья группа это высший билотаж бактериального мира. Самые сложно устроенные бактерии. Относятся они в группе цианобактерии. О них много будем говорить. Цианобактерия. Одно слово. Цианобактерия. Цианобактерия. Вот сейчас мы с вами, старое название цианобактерий, старых учебников биологии, цианобактерии называли сине-зеленые водоросли. Если когда-нибудь вы слышали такое название, то имеется в виду, конечно же, никакие не водоросли, потому что водоросли будут относиться к хрукайотмоликоэукриотам. Это нормальная эукариотическая бактерия. Цианобактерия, ангибичная бактерия. То есть сине-зеленые водоросли, никакие не водоросли. Но это бактерия имеет фотосинтезирование? Именно они изобрели фотосинтез. На самом деле, если уж совсем строго говорить, то растения фотосинтезировать не умели. Там несколько миллиардов лет назад была сыграна интереснейшая игра. заключение союза между разными клетками. Но об этом мы не сегодня, а об этом и завтра будем говорить. Вот цианобактерии – это изобретатель фотосинтеза. Именно они изобрели. Вот мы немного с вами поговорили о классификации бактерий. На какие группы делятся? Всего три. Эобактерия, археи, цианобактерия.